Здарова, ребят! Сегодня у нас с вами второй тест на проверку ваших велосипедных знаний. Я надеюсь, что первый выпуск вам понравился, если не смотрели по подсказочке, его найдете. Я надеюсь, что все те, кто ответили хотя бы на 10 вопросов из 13 в первом выпуске, здесь. Потому что я уверен, что сегодня будут такие вопросы, на которые вы точно не сможете ответить. Я нахожусь в магазине usports.ru и мы начинаем. Итак, наш первый вопрос связан с материалами вот этих вот замечательных велосипедов, да и в принципе велосипедов. Как расшифровывается слово хай-тен? Что такое хай-тен? Было у нас много видосов, где мы давали расшифровку, где мы слушали неправильные версии этой расшифровки. В общем, пожалуйста, скажите мне, что такое, черт побери, хай-тен? Важнейший месяц года, леди и джентльмены, декабрьские скидки на все запчасти ТСБ. 25%. Ссылка в описании. Расшифровка слова хай-тен. Я слышал всякие варианты, и там самое смешное это было хай-теншин или хай-тенсион, что-то это как-то высокое напряжение, люди считали, из украинского магазина. Ну, конечно же, нет. Хай-тен это высокопрочная сталь. Хай-тенсил. Хай-тенсил стил. Высокопрочная сталь. Вы будете смеяться, но как бы есть сталь и похуже. Есть сталь и похуже. Хай-тен это обычно конструкционная сталь, у которой, возможно, есть какие-то гарантированные свойства. Вообще, как бы со стальями такая тема. Вот, например, там, хромо 4130, да, у него гарантированные свойства. То есть люди вам отвечают сертификатами, что там есть все то, что заявлено. С хай-теном та же история. А со стальями, которые не гарантируют свойства, которые делаются в основном из отходов каких-то других производств. Вот, например, сталь 3, да, у нее нету никаких, так сказать, четких рамок, скажем так. Она делается из отходов, она мягковатая. Следующий вопрос касается тех бедняк, которые прошли через дешевые велосипеды, через старые велосипеды, тем, кто покупал былушные велосипеды. Ну, в общем, для тех, кто катается давно или катается недавно, но ему не повезло покататься на говняных велосипедах. Как можно спасти USA-каретку? Ну, насколько я думаю, вы в курсе? А если не в курсе, то объясню. USA-каретка – это вот такая огромная трубка, да, в которую вставлена кочерга. Кареточка такая на шариках с большими гайками, которая постоянно раскручивается, люфтит, кочерга гнется. В общем, USA-каретка – это приговор для рамы или нет? Можно ли что-то сделать? А если что-то можно сделать, то что? Что это? Напишите. Это и вам поможет, так сказать, блестнуть знаниями, и поможет другим юзернеймам, которые не в курсах. Ну, конечно же, из вопроса вытекает часть ответа, что спасти-то можно, и что это реально, и спасти можно через переходники. Поскольку это стальная трубка большого диаметра, туда можно ставить переходник, который уменьшит диаметр подшипника. Таким образом, в USA-каретку можно вставить MID-каретку, можно вставить EVRO-каретку, ну и для особых извращенцев можно вставить еще и SPENCH-каретку, но таких переходников я не видел, но сделать их ничего сложного вообще нет. Следующий вопрос касается вашего знания трюков и понимания эстетики. Насколько вы чувствуете, чувствуете скилл, чувствуете красоту, гармонию прекрасного? Перед вами два табагана, два трюка, которые исполняли джентльмены-райдеры, юзернеймы. Какой из них манский, какой из них хороший, какой из них правильный, а какой, ну так, на полшишки. Выбирайте, первый или второй. Вот этот табаган правильный, потому что в табагане помимо поворота колеса, поворота руля и захвата седла должен быть еще ноуздайв. Для меня это в свое время стало неприятным открытием, потому что я об этом ничего не думал и не знал, и не гадал, и не ожидал, и понял, что мои табаганы все обнулились. Следующий вопрос касается стритеров, паркеров, так сказать, чуваков, которые занимаются велосипедным паркуром, которые катаются с пегами, или только начинают, или хотят покататься с пегами. Как вы думаете, какие пеги лучше всего скользят? Вот прям вот так вот, чтобы запрыгнул и поехал. Алюминиевые, титановые, стальные или пластиковые? Выбираем. У меня были когда-то титановые пеги, они скользят очень плохо, но дают красивые искры. Стальные пеги скользят хорошо, искры почти не дают, но они тяжелые и повреждают поверхности. Особенно если вы стритер, вы должны это знать. Алюминиевые пеги, они легкие, но скользят плохо. И стачиваются легко, они в основном используются для парка. Лучше всего скользят пластиковые пеги, но не в чистом виде, потому что в чистом виде пластиковая пега легко стирается и ломается. От нее откалываются куски. А пега с стальным или алюминиевым сердечником, на который надевается пластиковая оболочка. И сейчас это самые трендовые, это, в общем-то, заслуженно, самые трендовые и адекватные пеги. Какая должна быть вилка на велосипеде, чтобы он при попадании в стену, ну или, например, когда он вылетает у вас с фан-бокса и падает в землю, чтобы он отскакивал от нее, а не вырезался и превращался в унылое говно. Какая должна быть вилка? Какая модель вилки или какая особенность должна быть у нее? Что такого вот должно быть в ней особенного, да, чтобы велик отпружинивал, чтобы он не ломался? Ну, по крайней мере, вилка не ломалась, а рама-то может сломаться. Обычно мягкая такая, знаете, жиденькая вилочка при попадании может и раму спасти, да, но вот на таких вилках люди не любят кататься, потому что они могут погнуться и просто так. Поэтому скажите мне, что с ней такое должно быть, чтобы она отскакивала? Я проводил этот эксперимент, и ответ на него очень простой. Закаленная. Термообработанная. Это самое главное. Ни цельносоставной шток, ни конические ноги, ни литые дропауты, ни алюминиевый топ-кэп, естественно. Ничто из этого не упорочняет вилку так, как это делает термообработка. Термообработка позволяет вилке отскакивать. В замедленной съемке это особенно видно, что она прям так б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. А сырная вилка, какая бы красивая она ни была, при контакте со стеной, уже не отскочит. Ну, точнее, она отпрыгнет, но при этом полностью сломается. Следующий вопрос для тех, кто знает и ценит мемасы и смехуёчки. Что такое плёнки? Вот какая запчасть на велосипеде это плёнки? Скажите, пожалуйста. В общем, впервые я услышал этот термин, когда в Веломире работал в 2009 году, наверное, очень давно. Но встречал это и у обзорщиков, и у Пети. Передавайте ему привет. Плёнки это покрышки. Вот так вот, да, кто бы мог ожидать, да, плёнки это покрышки. Если знаете другие смешные слова, касающиеся велосипедных запчастей, напишите в комментариях, будет интересно почитать и взять на вооружение. Но трэш-обзоры, ребята, по-прежнему жду. Материал для трэш-обзоров его нет, его не хватает, поскидывайте, пожалуйста, пожалуйста, что-нибудь. Следующий вопрос. Механики велосипедные, те, кто причастны вообще к сборке велосипедов, ответят просто на раз-два. Но вот обычный рядовой юзернейм, я таким тоже был и не знал ответа раньше на этот вопрос, наверное, затруднится. Но поскольку тут, как бы, вариантов особо-то и нету, их всего там два, кто-нибудь обязательно угадает. Но я хочу, чтобы вы, конечно же, с пониманием отнеслись к этому вопросу. Велосипедное колесо. Видите, да, оно собрано, спицы там, да, 32, 36, 48, кресты какие-то, где-то 3, где-то 4. А вот на ниппеле и на шве что должно быть? На ниппеле должен быть крест или спицы должны идти параллельно, ну, почти там параллельно друг другу, естественно, не параллельно. А на шве нужен крест или, опять же, параллельные спицы? Как вот нужно собрать колесо, чтобы было вот правильно и прочно? Жду. Крест должен быть на шве. Вот эти вот спицы, они вот так вот стягивают шов. При этом неважно сварной обод, клепанный обод. Понимаете, плохая спицовка может убить хороший обод, а хорошая спицовка может продлить жизнь плохому ободу. А на ниппеле спицы должны идти, ну, не параллельно, а рядышком друг с другом, чтобы было проще на сосок надеть этот насос. Вот так. Следующий вопрос для тех, кто активно катается на велосипеде, кто поменял много рам, катался на разных велосипедах и уже вот пятой точкой чувствует, чувствует всю разницу в велосипедах. Какой байк будет стабильнее летать? На дёртах, в парке, на БГР, ещё там где-то, ну, вот, в общем, в воздухе, когда он находится, когда вот вы вылетели. Какой из них стабильнее, велосипед с низкой кареткой или велосипед с высокой кареткой? Высокая каретка, это вот как обычно на BMX, да, она всегда в плюсе, а низкая каретка, это, ну, как в основном было, это и раньше бывало на МТБ, когда там она в нуле или вообще в минусах находится. Какая из них для полётов это лучшее решение? Ну, что в воздухе происходит вообще, да? Вы летите, вы находитесь на велосипеде, и чем выше вы от линии, которую можно прочертить по осям велосипеда, да, тем центр тяжести у вас выше, и, соответственно, в воздухе велосипед будет больше болтаться. Чем вы ниже, тем ближе вы к земле, тем ниже центр тяжести, тем легче вам будет летать. Тут больше нечего добавить, на BMX, кстати, подъём кареток не всегда одинаковый, он всегда в плюсе, чтобы гриндить можно было. Но есть рамы с более высокой кареткой и с менее высокой кареткой. Ну, а на МТБ все дёртвые велосипеды, это нулевая или минусовая каретка, и гоночные велосипеды тоже с минусовой кареткой, и контрильники, и даунхильные велосипеды, потому что занижение центра тяжести, это реально важно в управлении на скорости, в управлении в воздухе. Следующий вопрос для МТБшников, но я надеюсь, что BMX райдеры хотя бы попытаются угадать, или подключат логику, потому что если включить логику, тем, кто катается на жёстких вилках, всё будет, в принципе, довольно понятно и легко. Амортизационная вилка, она должна помогать выпрыгивать или не должна? Вот в идеале вот велосипед, всё чётко настроено, вилка не из говна и веток сделана, там нормальная, с отскоком хотя бы, с компрессией в идеале. Вот она должна помочь райдеру выпрыгнуть или нет? Вообще новички любят настроить отскок побыстрее, чтобы можно было перед банихопом вдавить вилку, и она тебе так брум, помогла тебе подпрыгнуть. Я тоже так раньше делал. Но это неправильно. Это неправильно, потому что вы становитесь заложником вот этого вот вбрумп, вбрумп, а вилка становится ещё и резкой при этом. То есть она может неправильно сработать на приземлении. Если это прыжок с большой высоты, то вилка, настроенная на вот такую вот резкую работу, подпрыгивающую, она может вас выплюнуть с его спеда. Вы приземлитесь, а она отскочит, и вы улетите. А вилка, которая настроена только на отбой, на отработку удара, она удар отработает и медленно вернётся в своё нормальное состояние. Поэтому вилка должна быть настроена так, чтобы она не помогала вам выпрыгивать. А если вы привыкли к этому, то переучиться будет очень тяжело, потому что, например, вот осенью вы выезжаете, не поменяв масла, у вас вилка по-другому себя ведёт и прыгает тяжелее. И вы не понимаете, это с вами проблема или с велосипедом. Поэтому настраивайте вилки правильно или переходите на жёсткие. Десятый вопрос на сегодня. Тормоз, вот он с какой стороны должен стоять на велосипеде? Вот если есть тормоз, да, слева или справа, вот на какой стороне он должен стоять? Развёрнутый ответ поможет вам сохранить пальцы. Да, поэтому пишите, вспоминайте, формулируйте. Ну а если не знаете, то ждите часть с ответами. Ну, тут всё просто. Тормоз должен быть с противоположной стороны от вашей передней ноги. Если у вас передняя нога правая, соответственно, передняя рука у вас справа, то тормоз должен стать слева, чтобы когда вы ловите барспин, вы встречали его ловящей рукой, а не рисковали, догоняя рукой руль, врезаться в него пальцами. Я ломал так пальцы, да, брал у Данила Балашева велосипед в Москве, прыгал, зачем-то делал барспин и тормозную ручку сломал. Вот, 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 еле не могу его достать, вот этот пальчик. И куда же без бонусных вопросов. Перед вами три рамы с разными видами подсидельных зажимов. Исходя из, так сказать, логики, какая из этих рам должна быть убрана из этого ряда, какая из них не подходит по логике здесь, не должна находиться. По подсидельному зажиму лишняя вот эта рама. Она лишняя, потому что у неё нормальный и правильный зажим. Вот эти две рамы, их объединяет то, что у них, во-первых, зажим фриковый, то есть, либо в верхней трубе, либо в подсидельной, так он ещё и постоянно ломается и приводит к поломке всей рамы. Перед вами три варианта сидений. Выберите два сидения, которые имеют общие признаки, которые по конструкции друг к другу ближе всего и почему. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вы справились с этими вопросами. Тут было много вопросов и смежных тем. Меньше шуток, больше хардкора. Кстати, можете написать в комментариях, какие вопросы вам больше нравятся. Смешные или технические, или трюковые, или технологические. Скажите, я сделаю на них упор. В идеале, ребятки, надо бы скинуть этот видосик своим друзьям, чтобы помериться силой, так сказать, помериться вашими знаниями. Большое спасибо за внимание, друзья. Напишите, на какое количество вопросов вы ответили. Поделитесь роликом с друзьями и сравните, сколько они знают, а сколько знаете вы. И вопросы, на которые вы ответ не смогли, напишите их в комментариях. Посмотрим. Мне интересно, что вызвало наибольшие трудности. Если у вас предложения по вопросам для следующих выпусков, напишите их отдельным комментариям, чтобы они не путались с другими комментариями. И не нужно было все так долго листать. Обязательно что-нибудь включим в следующие ролики. Большое спасибо за внимание. Есть на мой магазин newsports.ru. Ссылка на него в описании. Здесь куча деталей по очень хорошим ценам. Спешите, ребята. Эти цены не вечны. Удачи вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok